Здравствуйте, ребята! Я беру ваши лучики добра в свое сердце. Я знаю, что вы любите меня, и я вас люблю тоже. Сегодня мы поговорим с вами о офигенской теме, которая называется «Монотонное говорение». А именно, что произойдет с вами, если вы будете не тренировать свою речь, если вы будете постоянно говорить монотонно, и какие последствия в итоге будут для собеседника и для вас в том числе. Вот об этом мы поговорим. Но сначала я хочу, чтобы вы подписались на мой канал, я хочу, чтобы вы поставили лайк, я хочу, чтобы вы колокольчик нажали, чтобы не пропускали следующие мои видео и написали в комментариях. Дмитрий, мои лучики добра уже с тобой. Напишите. Но можете написать также в комментариях. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, и на эти вопросы я тоже обязательно отвечу в следующих своих видео. Можете написать какие-то свои пожелания, либо поделиться своими историями, когда вы говорили монотонно, либо какой-то человек говорил монотонно, и вы такие об этом и поговорим окей монотонное говорение что это такое монотонное говорение вы прошли думаю все это бывает в школе когда учитель говорит какую-то тему либо это может быть в высшем учебном заведении когда идет какая-то лекция либо это оратор где-то что-то говорит и он опять же говорит одним тоном до монотон это значит один тон и на протяжении вот уже проходит 20 минут идет вот этот один тон потом 30 минут 40 и какой-то момент хочется спать но это та ладно когда человек говорит перед большой группой он действительно может быть устал может быть это его стиль ему как говорится пофигу но если вы находитесь на свидании если вы парень находитесь на свидании если вы девушка девушка и вы тоже можете говорить монотонное вы тоже находитесь на свидании а может быть вы не знаю может быть вы на работе и вам нужно обязательно что-то сказать группе или в своей команде да может быть у вас какое-то совещание и вам нужно что-то сказать очень важно может быть вы преподносите какую-то идею и надо чтобы человек зажегся этой идеи может быть это просто друзья вы перед друзьями стоите рассказывать какую-то историю может быть вы сидите и рассказывать какую-то историю может быть это родственники неважно ребята суть 1 что что межличностном общении, межличностном общении это означает, что не деловое, да, то есть люди просто встретились о чем-то поболтать. И вот межличностном общении самая опасная ошибка это монотонность. Когда вы говорите одним тоном, тем самым, что вы делаете с собой. Как вы позиционируете себя на подсознательном уровне вашего собеседника, а он вас в этот момент слушает, и у него автоматически включается вот это оценивание вас, когда вы говорите монотонно. И что включается? Поехали по пунктам. Первое. Вы скучны. Если человек хочет зевать, он с вами разговаривает, и вот он захотел зевнуть, но действительно зевнуть захотел от вас, да, не потому что он там поел большой кусок мяса съел, либо он сегодня целый день работал и вчера он не выспался, а именно он зевает от вашего монотонного говорения. Автоматически вот этот зевок переносится на вас. Вы для него позиционируетесь. Через некоторое время, когда он так зевнул, позиционируетесь как скучный. Окей, это только начало. К первому пункту я добавлю подпункт. Вы сами создаете у человека сон. То есть человек хочет вздремнуть, да, он начинает зевать. Это не есть хорошо. Это не означает, что вы такие, я тебя сейчас мою, лопусечка успокоит, ты вздремешь, поспишь, и все будет хорошо. Нет, 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 ребята. Человек хочет драйва. Человек хочет общаться. Человек хочет передавать эмоции. А вы его успокаиваете, да, вы его, что-то вроде в кого-то транса даже вводите. И это не есть хорошо, потому что эмоции в монотонном говорении, да, то есть если вы говорите монотонно, эмоции у собеседника угасают. И об этом мы тоже с вами поговорим. Окей. Второй пункт, да, к чему приводит монотонное говорение. Второй пункт это не хочется слушать. Но если ты скучный, почему тебя должны слушать? И это правильно. Некоторые обижаются, думают, ну почему он меня не слушает, я же вот с ним разговариваю. Он имеет право, собеседник имеет право даже сказать тебе, слушай, это скучно. Это скучно, это правда. И он имеет право. И дело не в собеседнике, а в вас. А именно в монотонном говорении. Следующий пункт это кажется, что вы не просто скучный. Кажется, что вы зануда. Зануда это еще хуже, чем скучный. Скучный, ну это такое, можно еще перебить, да, человек и сказать что-то свое. Ну скучно, я что-то могу забывать от себя. Но зануда это второй левел, да, это максимальный левел, в котором человек вас позиционирует, что с вами нечем разговаривать абсолютно. И не просто нечем разговаривать, от вас хочется уйти. Ну вы зануда, да. При этом вы можете говорить очень интересную тему в своей голове. То есть вы зажигаетесь, думаете, сейчас я поделюсь с ним, как я умею классно готовить супчик черепашей. А снаружи происходит вот так. Я вчера, Марина, купил черепаху. Мертвую, конечно, уже. И я добавил ее в кастрюлю. В кастрюле она варилась. Я посмотрел, как готовится черепаха. Черепаха готовится... А внутри у вас... Я так потрясающе купил черепаху и сейчас готовлю ее. Она такая классная. Пальчики просто оближешь, боже. Когда я посмотрел рецепт, как ее нужно готовить, я просто был в восторге от этого. Марина, это безумие, как это вкусно. А снаружи... И вот я размешиваю ложечкой черепаху. И Марина думает... О, боже. Зачем я пошла с ним на свидание? Ну, он же зануда. И потом она пойдет к своим подружкам. Подружки спросят у нее... Ну, как? Ну, как? На фотках-то он был классный. Захнет Марина и скажет... Он зануда. Ничего не светит ему. Он зануда. Не будьте такими занудами. И еще один негативный пункт, к чему приводит монотонное говорение. Это вас хочется перебить. Вы там что-то говорите. Одним тоном говорите. Хочется спать. Боже, надо как-то остановить этот процесс. А некоторые люди уже чувствуют, что вот сейчас... Вот вы уже говорите очень скучно. И они начинают вас перебивать. То есть они даже не ждут, чтобы вы там что-то сказали. Потому что потом он начнет дремать. Нет-нет-нет. Он перебивать вас будет сразу. Почему он вас будет перебивать? Потому что вы говорите... Опять же, да? Одним тоном. Если бы вы говорили экспрессивно. Если бы вы говорили с подачей энергии. Если бы вы играли эмоции. Либо испытывали эмоцию. А потом показали эту эмоцию. Может быть вы рассказали какую-то историю. Смотрите также глаза собеседнику. И другие фишки, которые есть на моем канале. Если все это вы применяете. То очень сложно. Реально. Очень-очень сложно. Человеку вас перебить. Потому что в этот момент он делает так. Почему он так делает? Потому что энергия идет на него. Ваша энергия идет на него. И кто-то может мне сказать. Дмитрий. А если у меня нет энергии? Ребята, энергия у вас есть всегда. Просто вы эту энергию не отдаете. У вас ее дофига. Если мы говорим именно об общении. А будут еще видео про энергию. Поймите. У вас энергии много. Просто вы ее держите в себе. Но вы думаете, что когда вы держите энергию в себе. Вы тем самым ее сохраняете. Но нет. На самом деле. Когда вы выдаете эту энергию собеседнику. В этот момент его энергия возвращается к вам в том числе. Это не значит, что вы вампир. Это говорит о том, что он благодарен. За то, что вы дали ему энергию. И он поделился своей энергией. И энергии еще больше появляется у вас. И вот такой бесконечный процесс обмена энергии. И чем больше людей. Чем больше людей. Вы представляете, сколько будет у вас энергии? Ням. Надеюсь, вы поняли, что нужно тренировать речь. Нужно тренировать подачу. Что не нужно быть монотонным. Я в следующих видео буду говорить, как нужно тренироваться, чтобы не быть монотонным. Чтобы не быть скучным. Чтобы не быть занудой. Главное, смотрите эти видео. Главное, не просто смотрите видео, а вы же знаете, вы же помните, что нужно делать? Монотонность — это плохо, записываете вы. Монотонность приводит к тому, что я зануда. Записали? Надеюсь, что записали. Напоминаю, у меня есть паблик ВКонтакте, у меня есть личная страничка ВКонтакте, у меня есть Facebook, у меня есть Instagram, у меня есть Telegram-чат, где идет очень горячее обсуждение каких-либо тем по саморазвитию, и вы можете туда вступить. Все ссылки внизу, внизу, под этим видео. Все ссылки вы можете посмотреть, пройти, ну и подписаться на меня, где только возможно. И подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк, если хотите еще больше зажигающих видео, которые вам принесут пользу. Напишите комментарий. И на сегодня Все Пока-пока Пока-пока